В Беларуси отмечают День ракетных войск и артиллерии. Эти подразделения – неотъемлемая часть армии и основное средство огневого поражения в бою. Наши бойцы принимают участие в армейских международных играх и их профессионализм оценивают на отлично. Вакцина «Спутник Вип» показала высокий профиль безопасности и эффективность 96,3% против коронавируса. По результатам оценки за январь-август 2021-го, такие данные проведены в белорусско-российском исследовании популяционного иммунитета населения против COVID-19. Именно этим препаратом привито наибольшее количество жителей страны. С декабря водители будут штрафовать за использование летней резины, пока автомобилистов предупреждают и дают полезные советы насчет безопасного передвижения. Важный параметр, на который будут обращать внимание сотрудники ГАИ во время проверок – это остаточная высота протектора. Она должна быть не менее 4 мм. Шины с большим износом также не разрешается использовать. В стране могут запретить рост ли пива по тару более 1 литра. Аргумент – это снизит образование отходов из пластика и позже окажет положительную динамику негативного воздействия от выбросов в атмосферную среду. Обсуждение на национальном правовом интернет-портале пройдет 28 ноября. Свои замечания и предложения может высказать любой желающий. В Могилёве проходит праздник тружеников села Дожинки-2021. На открытой площадке работает выставка «Народные бренды Могилёвшины». В ярмарке принимают участие все районы – сам областной центр и Бобруйск. Здесь также пройдет церемония награждения победителей соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений и праздничный концерт «Угонор Моёй Краины».